Давайте мы коротко помолимся Церковь перед Словом, которая будет перед нами. Господь, мы благодарны Тебе за то, что мы сегодня в Твоем доме и слышим Твое Слово. Отец, мы молим и просим, пусть Твое Слово, оно сегодня преображает и изменяет нас. Пусть, как написано, оно не будет тщетным, но исполнит то, ради чего Ты его послал. Мы благословляем, пусть сердца наши будут сегодня добрую почву, в которую Ты посеешь семя веры. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да, давайте прославим Бога. Знаете, я сегодня хочу проповедовать на тему такую о Божьей любви, о Божьем принятии, о том, как Бог принимает тех, кого отвергает этот мир. О том, что в Божьей Церкви всегда есть место тем, кому нету места больше нигде. И знаете, если бы мне пришлось написать короткую историю о Божьей любви, вот очень короткую историю, я бы задал себе вопрос, как бы я ее написал? Как бы я описал Божью любовь? Знаете, я бы, наверное, написал историю своей жизни до прихода ко Христу, во всех подробностях, со всеми приключениями, со всем, что я сделал, и закончил бы эту историю словами, и потом Бог меня простил. И знаете, в этом есть история безмерной Божьей любви. О том, что Бог сделал выводы и оценил меня не из того, что сделал я, не из того, что у меня получалось, не из тех ошибок, которых я натворил, не из тех, может быть, преступлений, которых я совершил, но Бог оценил меня и мою жизнь, исходя из того, что сделал Христос. Бог всегда оценивает нас, исходя из того, что сделал Христос. Послушайте, сколько я читаю Библию, я наблюдаю одну и ту же тенденцию во всех делах Христа. Он всегда стремился быть там, где не хотел быть никто. Он всегда собирал людей, которых никто не хотел звать к себе в дом, и никто не хотел их собирать и принимать. Он всегда попадал под осуждение за то, что он служил таким людям, но он продолжал служить. Он продолжал служить именно таким людям. И знаете почему? Вот я все время задавал себе этот вопрос. Почему Христос служил именно таким людям? Потому что мир готов вкладывать туда, где он видит перспективу. А Бог готов вложить туда, где вроде бы перспективы нету, чтобы эта перспектива появилась. Послушайте. Мир не готов вкладывать, если это безнадежно. Я помню меня, безнадежного, зависимого человека, привозили ко врачам, кому угодно, и говорили, там нет надежды. Послушайте, опустите руки, не боритесь. Не боритесь. С ним все равно ничего не будет. Но Бог все это перечеркнул и сказал, там есть перспектива. Я готов туда вложить. Я готов туда вложить. И знаете, я понимаю так сегодня, что Церковь Божья – это именно то место, где люди должны обретать надежду. Я понимаю так, что Церковь Божья – это именно то место, где люди, отброшенные миром, должны получать веру. Я понимаю так, что тем людям, которым нету места в миру, должно находиться место в Церкви. И сегодня моя проповедь, она называется очень просто. От порицания до призвания. От порицания до призвания. И первое, о чем я хочу сегодня говорить, что поможет нам посмотреть на людей, которые, может быть, до этого дня в наших глазах были не такими способными, не такими наделенными, это разница взглядов. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 9 по 13 стих прочитаю. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему, следуй за Мною. Он взял и последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники приходили и возлегали с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками. Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. И так Иисус в определенное время принимает для себя решение провести время с определенными людьми в определенном месте. Но люди, называющие себя верующими на тот момент, решили, что Иисусу идти туда не надо. Зачем Он пришел в этот дом и зачем Он сидит с этими людьми? И знаете, и у нас сегодня всегда будет выбор. Перед нами всегда будет стоять выбор. Либо идти со Христом туда, куда хочет Он, либо выбирать для Него места туда, куда хотим мы. Послушайте, драгоценная церковь, задача верующих людей идти туда, куда хочет идти Христос, а не тянуть Христа в сторону, куда хочется идти нам. Послушайте, для мира в то время вот этот обед с грешниками выглядел как провокация. Но для Христа, в глазах Христа это была миссия. Он пришел именно ради этого на землю, чтобы именно с этими людьми именно в этот день обедать. Знаете, о чем я думал? Все те, кто садились со Христом за этот стол, из-за этого стола вставали совсем другими людьми. Послушайте, цель этого стола не была просто покушать. Драгоценная церковь, я хочу напомнить, все те, кого порицал мир, все те, на ком мир ставил крест, стали апостолами. И сегодня задача церкви, самая главная задача церкви, самая главная задача верующих людей усадить людей за стол со Христом. Послушайте, потому что именно за столом со Христом люди меняются. Именно в этих вечерах проведенных со Христом люди обретали веру, люди получали уверенность в себе, в своих силах, люди получали надежду на то, что если у них не получалось что-то до этого, Христос, я верю так, Христос именно за этим столом говорил, я верю в тебя, у тебя все получится. И сегодня задача верующих людей усадить людей за стол со Христом. Именно поэтому так важно сегодня, чтобы люди были в домашних церквях, потому что туда приходит Христос. Потому что туда приходит Христос и вселяет веру в тех, у кого веры может быть уже нет. Послушайте, когда люди не понимают миссии, когда люди не понимают целей, зачем это было сделано, им сложно понять смысл поступков, которые совершал Христос. Они не понимают для чего? Они не понимали, может кто-то сегодня не понимает, зачем люди приходят в домашние церкви, зачем нужно это общение. Но я верю, именно за такими столами закладывалось основание церкви. Именно за такими столами сидели первые ученики и закладывалось основание церкви. Я вам приведу очень простой пример. Я попрошу несколько фотографий на экране, чтобы высветили. Лет семь-восемь когда мы начинали служение зависимым людям в нашей церкви, мы открыли амбулаторные группы на одной из квартир, в которых жили наши ребята после реабилитации. И знаете, скажу вам честно, мы очень сильно старались. мы очень старались, чтобы эти группы, они всегда были полные. Мы очень сильно старались для того, чтобы столы всегда были накрыты. Знаете, и рядом в квартире жили соседи, которые первое время все время бурчали. Что это за люди, что они бесконечно сюда приходят, зачем это надо. Они бурчали, а мы старались. Они продолжали бурчать, а мы продолжали стараться. И знаете, некоторые, мы вот недавно с моей женой вспоминали. Иногда количество людей на этих группах было такое, что у нас не хватало места в комнате, и мы выставляли столы через весь коридор на кухню, чтобы могли сесть все, кому не было места в этом мире. Послушайте, мы тянули людей отовсюду туда. Я помню, на одной из групп, мы купили одному парню торт и решили его поздравить. Он расплакался. Он говорит, никто никогда так не делал по отношению ко мне. Никто никогда так не делал по отношению ко мне. И знаете, можно смотреть на эти фотографии и говорить, да какая в этом ценность, но я верю, что именно на этих группах закладывалось основание церкви. Люди приходили туда, люди получали там надежду, веру в свои силы, веру в того, кто мог избавить их от многолетней зависимости, веру в того, кто не смотрел на все их ошибки, не указывал и не тыкал их носом в то, что они натворили, а вселял в них веру. Несмотря на то, что ты сделал, у тебя все впереди, у тебя лучшее будущее впереди. И знаете, в чем я убежден? Простите, я иногда говорю вещи, которые не всегда всем нравятся. Знаете, в чем я убежден? Если за нашим столом нет места людям, с которым сидел Христос, рано или поздно за нашим столом не окажется места и самому Христу. Если за нашим столом церковь не будет места для тех людей, которых Христос приглашал и был рад им, рано или поздно, мы будем проводить хорошие кружки по интересам, но без Христа. И знаете, я говорил в первом пункте о разнице взглядов. И знаете, что я хочу сказать в конце? Знаете, в чем состояла разница взглядов мира и Христа на тех людей, которые сидели со Христом? Люди смотрели на этих людей как на неисправимых грешников, а Христос смотрел на них как на учеников. Послушайте, мир оценил этих людей как неисправимых грешников, и миру казалось и даже верующим людям в то время казалось Христу нечего делать в обществе с этими людьми, но Христос смотрел на них как на учеников, в которых Он готов был вкладывать, в которых Он готов был сеять, и именно поэтому сегодня церковь растет, и именно поэтому сегодня церковь умножается. Второе, о чем я хочу сегодня говорить, разница суждений. Евангелие от Иоанна, 8 глава, со 2 по 11 стих. Всем нам известна история, а утром опять пришел в храм и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставив ее посреди, сказали ему, учитель, эта женщина была взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. И опять, наклонившись низко писал на земле. Они же, услышав то, и будучи облючаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись, и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». И она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди впредь и не греши». Знаешь, иногда, часто, с высоты своего мнения, с высоты своих суждений, с высоты своего опыта, мы стараемся дать оценку праведности человека. Заслужил он быть в присутствии Христа или не заслужил? Фарисеи хотели сделать то же самое, они знали закон, они знали правила, и они хотели эту женщину привести ко Христу, чтобы он наказал ее. Они хотели получить подтверждение своим словам. Но знаете, что я увидел интересного в этой истории? Я не берусь утверждать, что это абсолютная истина, но я заметил интересную деталь. Фарисеи смотрели на Христа сверху вниз, а он смотрел на них снизу вверх. И знаете, о чем это для меня, что это говорит мне? Если человек упал и лежит, если человек согрешил и нуждается в помощи, для того, чтобы протянуть ему руку помощи, тебе придется к нему наклониться. С высоты своего роста иногда бывает очень сложно послужить церковь. с высоты своего роста иногда бывает очень сложно послужить. Иногда нам придется наклониться для того, чтобы протянуть руку помощи людям, которые упали и лежат. Я вам расскажу одну историю. Это история одного из пасторов Америки. Я сразу скажу, так не надо делать всем, но он решил так сделать, потому что ему так сказал Бог. Это был успешный пастырь, звали его Вилли Лайл. У него была успешная церковь, он проповедовал хорошие проповеди. И вот в один момент Бог открыл ему, что он должен начать служить бездомным людям. И он никогда не служил этим людям, он не знал, каким служить, и он начал молиться и просить у Бога, для того, чтобы Бог показал, как служить этим людям. И Бог сказал ему, ты пять дней должен прожить на улице вместе с этими людьми. И он говорит, я отговаривал Бога от этой идеи, мне она сразу не зашла, не понравилась, я, говорит, не хотел. Но он согласился на этот призыв Божий и попросил свою жену, она привезла его в одно из мест, где жили бездомные люди, он вышел из машины, и потом он пишет, как сказал сам Вилли, более ужасной затеей трудно себе представить. Я с трудом мог отказаться от комфорта, представить, что мне придется провести на улице хотя бы несколько дней, но делать нечего, пришлось повиноваться. И вот эта долгая история, он рассказывает о том, как он провел эти пять дней, со сколькими людьми он пообщался, сколько выводов для себя он сделал, он рассказывает о том, что многие из этих людей совсем не такие, как нам кажется, многие из этих людей попали на улицу совсем не таким путем, как нам кажется. И знаете, в конце он пишет, Лайл говорит, что сейчас намного лучше стал понимать бездомных. Вот например, почему они, как правило, ходят очень медленно? У них просто все болит, все тело, потому что они все время спят на асфальте или деревянном полу. У них нет собственных кроссовок и теплых носков. Я думаю, людям, пишет Лайл, следует поспать на полу время от времени, просто чтобы понять, насколько это больно. служение этого пастора стало очень успешным. И знаете, я понял одну простую вещь. Иногда нам надо спуститься вниз для того, чтобы понять, насколько это тяжело. И тогда там внизу у нас будут появляться силы для того, чтобы поднять этих людей снизу вверх. Я прочитал одну фразу, она мне очень понравилась, и я записал ее себе. Там, где есть хотя бы капля Божьей любви, рано или поздно появится океан из терпения, сострадания и веры. Послушайте, любовь Божья всегда, даже в самых ужасных обстоятельствах, даже в самых ужасных, казалось бы, людях, старается рассмотреть достоинства, а недостатки. Основываясь и основываясь на достоинствах человека, старается ему помочь. И последнее, о чем я хочу сегодня сказать, это разница ценностей. Иоанна 10 глава с 14 по 19 стих. Я есмь пастырь добрый и знаю овец моих и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора и тех надлежит мне привести. и они услышат голос мой и будет одно стадо и один пастырь, потому что любит меня отец и я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает у меня ее, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и имею власть опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего и от этих слов опять произошла расприя между иудеями. И опять Иисус говорит вещи, которые вызывают в обществе противоречия и порицания. Опять Иисус говорит истины, которые не нравятся людям. Люди не могут понять, послушайте, за кого жизнь? За кого ты отдаешь эту жизнь? Зачем ты это делаешь? И знаете, сегодня очень часто я служа в служении реабилитации, да и в церкви просто, очень часто сталкиваешься с этим вопросом. Зачем тебе это надо? Послушай, зачем тебе эти люди? У тебя своих что ли забот, проблем мало? Знаешь, каждый раз приходя в служение по местной церкви, я смотрю в зал и понимаю, оно того стоило. Я смотрю на десятки жизней, на сотни жизней людей, которые меняются, которые преображаются, у которых появляется надежда. И я каждый раз понимаю, оно того стоило. Нет ничего ценнее, чем жизнь человека, которая преобразилась и изменилась во Христе. Послушайте, Христос своей жизнью, своим служением и своей жертвой полностью поменял критерии ценности этого мира. Стало абсолютно неважно, можешь ли ты принести тельца или овцу, есть ли у тебя деньги или нету у тебя денег. Христос, жертва Христа уравняла всех перед Богом. Для Бога во Христе все одинаково ценные. Послушайте, для Бога во Христе все одинаково ценные. Послушайте, сегодня, когда идет война, ты понимаешь, что нет ничего ценнее человеческой жизни. Ты понимаешь, что сегодня никакие финансы, ничего не стоит дороже человеческой жизни, за которую отдал свою жизнь Христос. Послушайте, нет ничего ценнее, чем сегодня проповедовать Евангелие и дать надежду людям унаследовать вечность. Знаете, две недели назад произошел ужасный случай, который поразил нас всех. в Днепре 14 числа вы видели все эти ужасные кадры, когда эта ракета российская прилетела в дом, разрушила два подъезда дома, и очень много людей осталось под завалами. Знаете, я верю, что все мы с огромной надеждой, читая эти новости, ждали еще один целый, еще один живой, еще одного достали, еще один. но вместе с этим рядом промелькнула новость, что на руинах этого дома в одной из квартир нашли огромную сумму денег, которую кто-то собирал, которую кто-то собирал. И знаете, я подумал, что стоит эта сумма денег в сравнении с одной спасенной жизнью человека. эта сумма ничего. Одна спасенная жизнь стоит намного дороже, чем любая сумма, чем любая жертва. И сегодня Христос, принеся эту жертву, переоценил ценности этого мира. И Он сказал, я отдаю свою жизнь добровольно со всех тех людей, которые будут готовы принять И знаете, очень часто, музыкант вы можете проходить, очень часто то, что делал Христос, было ничтожно в глазах людей, но оно было чрезвычайно ценно в глазах Бога. И может быть, сегодня служа людям, которых отвергает мир, оно выглядит ничтожно в глазах этого мира, оно выглядит бесперспективно, в этом кажется, нет никакого смысла. Знаете, Христос видит в этом перспективу, Христос именно за это отдал свою жизнь, Христос именно этих людей пригласил к себе за стол. Давайте мы поднимемся, я хочу сегодня, чтобы мы помолились, чтобы наши сердца, они всегда были открыты для служения людям, которым нет места в этом мире. Я хочу сегодня, чтобы мы помолились, чтобы Бог всегда вел нас туда, где есть огромная нужда. еще одну вещь я хочу сказать. Вы задумывались когда-то над тем, когда обвиняли Христа, в Библии написано, Он молчал. О чем молчал Христос? О чем Он думал в этот момент? О чем думал Христос? Недавно я узнал одну вещь, опять-таки, из этого ужасного случая в Днепре, которая просто поразила меня. Я вдруг понял, о чем думал Христос. Каждый час на разборе завалов объявляется минута замолчание. Заглохнет вся техника, замолкают все люди для того, чтобы в эту минуту услышать голос еще одного живого. Послушайте, я верю так. Христос молчал, потому что думал о том, кого еще спасти. Христос молчал, потому что все эти прения и распри были ему ни к чему. У него было задание поважнее. Он молчал, потому что думал о том, кого еще спасти. Давайте мы помолимся сейчас. Господь, мы благословляем Твое святое имя. Отец, мы благодарны за то, что мы сегодня в Твоем доме и мы можем слышать Тебя и Твое Слово. И мы молим и просим Тебя, Господь, пусть сердца наши, они всегда будут открыты для служения людям, которым нет места в этом мире. Отче, вот мы и мы молим и просим Тебя, пошли нас туда, где есть огромная нужда, где люди погибают, где люди взывают Тебе, и где люди жаждут встречи с Тобой. И мы молим и просим, пусть наши сердца никогда не будут закрыты для служения таким людям во имя Иисуса Христа. Пусть наш взгляд и наш взор, он всегда будет, Боже, сквозь призму Христа, сквозь призму той жертвы, которую Ты принес за каждого из нас. Отец, мы молим и просим, не дай нам никогда судить людей, Боже, с высоты своей праведности, но дай нам всегда смотреть на людей, Боже, сквозь призму Твоей жертвы во имя Иисуса. Отец, благослови нас, пусть сердца наши всегда будут открыты, и ноги наши всегда идут туда, куда идешь Ты. Мы благословляем, Боже, во имя Иисуса Христа домашние церкви, дабы они всегда были наполнены людьми, которые нуждаются в спасении. Во имя Иисуса Христа. Аминь.